На въезде в посёлок недавно шёл бой. Силовики пытались штурмовать Еленовку. Вот здесь как раз по дороге выезжал мой командир роты. Поздно понял, кто едет. Приезжались к дороге, и они начали по нему стрелять. Здесь шло два танка, две БМП. С правой стороны зашла пехота. Видать, они по времени не согласовали. Пехоту тоже отбили, они отошли. Это боекомплект с БМП? Это боекомплект, да. С первого БМП. Это подбитые украинские БМП. Вот одна из пробоин. Несколько единиц боевой техники пытались атаковать Еленовку. Она в той стороне. Но штурм не удался. Ополченцы отбили атаку. В результате в исправном состоянии захватили один танк. Эта машина осталась на месте боя. Это передовая, и атаки отбивать здесь приходится постоянно. Штурмуют подразделения, набранные из мобилизованных. Первыми идут части вооруженных сил Украины, сокращенно ВСУ. Уже за ними отряды националистов. Правый сектор, как и на Майдане, они вперед не лезут. Они всегда стоят сзади ВСУ. Почему? Потому что если ВСУ вдруг получится сделать где-то там прорыв, наступление, значит, тогда подключается правый сектор, начинает зачистку мародерства, насилует людей, убивает. О захвате Еленовки и Докучаевска, это ближайший к поселку город, украинские силовики уже сообщали. Но на самом деле, понеся значительные потери, они были вынуждены отойти. Комендант поселка Еленовка, комендант города Докучаевска, официально заявляем, что позиции свои удерживаем. Да, что позиции удерживаем, находятся полностью под нашим контролем. Людей обеспечиваем, чем можем. Продолжение следует...